МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу в студии Галины Титарчук. Сегодня в нашем выпуске. В беде не бросим! Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение об оказании помощи пострадавшим при взрыве в Туфси. И в будни, и в праздники. Сегодня сотрудники Следственного комитета отмечают профессиональный праздник. Пива нет. В Чебоксарах, в торговых точках, запрещено продавать алкогольные напитки. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение об оказании помощи пострадавшим от взрыва бытового газа в поселке Туфси. Семьи погибших, а их, к сожалению, две, не позднее 22 января, получат по миллиону рублей. Также будут выплачены денежные средства тем, кто полностью или частично утратил имущество первой необходимости в срок до 1 февраля. Один из самых сложных и безотлагательных вопросов обеспечения жильем людей, оставшихся без крова. Об этом шла речь на селекторном совещании у министра России по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова. В городе Чебоксары мы будем предоставлять буквально короткие считанные дни за счет государственного жилищного фонда готовые жилье, кто хочет переехать в Чебоксары. Но и в Цивильске те собственники, которые построили на коммерческой основе жилье, будем за счет бюджета покупать. И как определяться, сами семьи будут им предоставлены жилье. Владимир Пучков выразил готовность принять заявку от Чувашии на оказание помощи пострадавшим в результате взрыва. Уже известно, что несколько человек изъявили желание переехать в Чебоксары, где им будут предоставлены квартиры государственного жилфонда. Разумеется, места временного проживания для пострадавших оборудовали в первую очередь. В детском саду было отведено два больших помещения, где поставили кровати, привезли посуду и электрочайники. Кстати, временным пристанищем воспользовались сегодня ночью семь человек. Остальные разместились у родственников. Все 45 пострадавших, независимо от того, где они живут, получают трехразовое горячее питание. Людям уже разрешили зайти в уцелевшие квартиры, забрать необходимые вещи и имущество. Сегодня строители начали разбирать здание. Восстановлению оно не подлежит. Обещают, что на этом месте к 1 октября появится новый жилой дом. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В Республике начался сбор средств и вещей для пострадавших. Одна из точек приема гуманитарных грузов – Чувашское отделение Российского Красного Креста. Как только появился призыв о помощи, люди стали звонить туда. Причем откликнулись даже жители соседних регионов, в частности Татарстана. А сегодня в отделение Красного Креста уже приносили вещи. Можно вас оставить? Как помощь? Да, конечно. А куда поставить? Помочь пострадавшим – это вполне естественно для человека, считая те, кто отозвался на чужое горе. Пока среди откликнувшихся – обычные горожане. Организации, как показывает практика, подключаются позднее. Гражданский долг, наверное, тут слово очень сложно подобрать. Просто мы любим помогать людям. Мы считаем, что помогая друг другу, мы можем решить многие дела. И вот в данном случае, откликнувшись всем миром, мы сможем действительно оказать людям платформу хорошую помощь. Люди приносят вещи – шубы, куртки, кофты. Они могут понадобиться в первую очередь, говорят общественники. Среди пострадавших есть такие, кто остался без вещей, документов без всего. В списке необходимого – обувь, одеяло, полотенце, туалетные принадлежности. Все то, что обычно нужно в быту. Вещи уже появляются на полках Красного Креста. В основном, конечно, женские вещи. С мужскими всегда тяжелее было. Мужчины у нас покупают одну-две вещи, на всю жизнь хватает. Люди, если сейчас попали в такую ситуацию, то наверняка обувь – это будет самая больная тема. Не исключено, что понадобится питание, сухие пайки. Но точный список того, что и кому конкретно требуется, сейчас формирует отделение Красного Креста. У нас есть список телефонов тех, кто пострадал. Будем обзванивать и будем спрашивать, что конкретно кому нужно. То есть, вплоть до того, что если одежда, то каких размеров. Чтобы мы, если везли что-то куда-то, то на уже конкретного человека, а не так, чтобы на всякий случай. Список уже к концу дня появится в социальных сетях, а также на официальных сайтах местных органов власти. Всю информацию также можно узнать по телефонам горячей линии МЧС России по Чувашии или отделении Российского Красного Креста. Действует и специальный расчетный счет, куда каждый может перечислить деньги. Посмотреть все реквизиты возможно на сайте органов местной власти КАП.РУ. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня принимают поздравления чувашские следователи. В Чебоксарах прошло торжественное собрание в честь второй годовщины со дня образования Следственного комитета. Минувший год, отметили здесь, был довольно непростым. Сейчас в составе республиканского управления работают шесть межрайонных и один городской отдел. Самые резонансные уголовные дела в республике распутывают более 130 человек, 60 следователей и 5 криминалистов. Только в прошлом году они расследовали свыше тысячи преступлений. В ведомстве считают, что год от года снижается количество убийств. В 2012-м зарегистрировано 80 случаев. Активно сотрудники комитета борются и с преступными группировками. За два года удалось пресечь деятельность шести ОПГ. Члены одной из них работали на так называемом черном рынке жилья и совершили более 200 преступлений. Сейчас следователи распутывают еще одно резонансное дело. Реальные сроки грозят членам преступного сообщества. Подобного расследования в Чувашине проводили никогда. Его лидер, криминальный авторитет, уже взят под стражу. Подзрывается совершение ряд других преступлений, в том числе организация незаконного игорного бизнеса, это также дача взяток, вымогательство и ряд других. По уголовному делу в настоящее время имеется сведения о причастности к совершению преступлений в составе организованного преступного сообщества более 10 человек. Однако сейчас следователям проводится необходимая работа по выявлению других участников этого организованного преступного сообщества. В прошлом году следователи возбудили более 300 уголовных дел по фактам коррупции. Наказать только за получение взяток удалось сотрудников МВД и уголовно-исполнительной системы судебных приставов. Минувший год был богатый на громкие дела. На скамью подсудимых попало несколько высокопоставленных чинов. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, хищении средств, воспрепятствовании деятельности предпринимателей. На собрании отметили и другие итоги. Несмотря на существование существенного увеличения нагрузки по расследованию уголовных дел и рассмотрения сообщений о преступлениях, связанных с отнесением к последствиям Следственного комитета уголовных дел в аналоговых преступлениях, преступлениях, связанных с рейдерскими захватами предприятий, тяжких, особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несошлетних и совершенных самими несошлетними. И учитывая, что при этом штатная численность наших следователей, нашего управления осталось на прежнем уровне, количество направлений в суд уголовного дела за второй год нашего существования, нашей работы увеличилось на 10%. На сегодняшний день есть итоги, есть оценка Александра Ивановича Бастрыкина, работу в целом следственного управления. Она такая положительная и наша задача совместно с вами, конечно, защищать конституционные права и свободы жителей Чувашской республики как граждан Российской Федерации. Лучшим из лучших вручили благодарности и государственные награды. Некоторым присвоили внеочередные звания. Вторую годовщину следователи комитета впервые отмечают в своей ведомственной форме. Она поступила в Чувашию несколько дней назад и тоже стала своеобразным подарком к празднику. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Их будни спокойными не назовешь. Убийства, изнасилования, резонансные аварии, коррупционные скандалы. Расследуют подобные уголовные дела только сотрудники Следственного комитета. Два года назад ведомство стало самостоятельным, вышло из состава прокуратуры. Основной костяк в команде следователей – специалисты криминалистического отдела. Именно они собирают на месте преступления необходимое доказательство. Работа неимоверно сложная, в этом убедились и мои коллеги. Они провели один день вместе с чебоксарским следователем-криминалистом. Следователь-криминалист Алексей Якимов на это место преступления приезжает уже после проведенной полицейской проверки. В комнате общежития еще в начале января во время распития спиртного подрались собутыльники. Потерпевшего доставили в реанимацию, но от полученных ран он скончался. Теперь дело перешло в ведение сотрудников Следственного комитета. В данном жилище осмотр уже производился. Первоначальные предметы объекта были изъяты. Но мы видим, здесь есть окурки сигарет, которые могут иметь следы биологического происхождения. То есть могут иметь следы, которые мы изымем до проведения биологической экспертизы. Возможно, что отпечатки потенциального преступника остались на окурках. Их изымают уже для проверки в лаборатории. Надеяться на следы от пальцев не стоит, говорит Алексей. Хозяева недавно убирались в комнате. Криминалист все равно пытается найти хоть какие-то зацепки. Тщательно исследуют мебель, дверные ручки и пол. Мы хотим обнаружить следы пальцев рук, которые нам могут потом идентифицировать личность граждан, находившихся в квартире. Прямо сложно это сделать. Все, что удалось обнаружить во время проверки, запечатывают в конверт. На него в присутствии понятых наклеивают пломбу. Этого требует правило. Все отпечатки потом приобщат к уголовному делу. В арсенале Алексея для проведения подобных проверок есть все необходимое. Оборудование хранится вот в таком чемоданчике. Внутри компасы, ручки, лупы, специальные растворы и порошки. В работе на месте происшествия может понадобиться все. Для того, чтобы обнаружить нам следы на различной поверхности, нужно именно данный химический реактив, а также для более качественного изъятия предметов, объектов. То есть это все вместе можно делать? Да, это можно делать на месте. Но главное в его работе это всевозможные фонари. Только с их помощью можно увидеть то, что не заметит человеческий глаз. Порой на происшествии криминалист привозит и вот такой прибор. Мощная лампа высвечивает даже мельчайшие потожировые следы. Свет, шутит Алексей. В его работе главный помощник. То есть различные диапазоны для различных объектов. Потому что следы биологического происхождения могут при определенной частоте света быть незаметны. А в другом спектре они уже будут нам достаточно объективно видны. Приборы, которые помогают раскрывать самые страшные поступки человека, можно сказать, святая святых всего комитета. Чтобы дело имело силу в суде, необходимо собрать как можно больше доказательств. Обычно за весь рабочий день Алексей выезжает на три, а то и четыре места преступления. Правда, добавляет он, если у криминалиста меньше работы, это все же к лучшему. Если меньше выездов, значит меньше преступления совершено в городе Чубаксары. Почему мы и стремимся? Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. В республиканском наркодиспансере появится 15 отрезвительных койко-мест. Такое решение появилось после ужесточения законов о продаже алкоголя. Сегодня в столице прошел очередной рейд по проверке ларьков и киосков на предмет соблюдения правил алкогольной торговли. В Чубаксарах 127 торговых точек, где запрещено продавать пиво и алкогольную продукцию. С начала года представители мэрии и полиции проверили 50 киосков. Составили 10 протоколов на продавцов и индивидуальных предпринимателей. Сегодня в Чубаксарах прошла очередная проверка. В этой торговой точке в киоске продукцию с витриной не убрали, а аккуратно прикрыли газетой. Проверяющие совершили контрольную закупку. В киоске пиво не продали, хотя в холодильнике продукция стоит с ценниками, а на витрине красуются горячие предложения. Сегодняшний наш выезд показал, что вчера, позавчера составлено было этим же индивидуальным предпринимателем протокола. Они сегодня продолжают и имеют в ассортименте и витринах своего торгового объекта пиво и пивные напитки. Если в ассортименте товар имеется, значит они ее продают. Мы с вами подошли, они могли нам не продавать, но мы узнаваемые лица. А то, что придет другой человек, гражданин, пожалуйста, они продадут с удовольствием и с легкой руки. Видно, что не проданы продукции еще много. Чтобы получить прибыль и не избавляться от продукции, некоторые срочно переоформляют документы и становятся объектами питания. Закон, который сегодня требует от предприятий общественного питания, совсем другие требования у них для организации предприятий общественного питания. У нас в обязательном порядке должно быть зал обслуживания. У них должен быть обязательный паспорт предприятия. Должен быть обязательно паспорт кадастровый, что они устали, кадастровый учет. И у них должен быть обязательно, как стационарный торговый объект, значит документы для ввода в эксплуатацию данного предприятия. При проверке работы другой торговой точки на улице Эльгера обнаружились нарушения. Товар не убран с витрины, а надпись, похоже, сделана для отвода глаз. Во время контрольной закупки продавец отпустил мужчине бутылку пива. На продавца этой торговой точки составили акт. Нарушителям закона грозит штраф. С физических лиц взимут от 3 до 4 тысяч рублей, с предпринимателей от 30 до 40 тысяч. В общем, неудивительно, что несмотря на все усилия законодателей, статистика пьяных преступлений продолжает расти. В 2012 году зарегистрировано 1517 преступлений, совершенных нетрезвыми горожанами. В 2011 году таких преступлений было 1100. Рост правонарушений вынудил власть восстановить отмененную меру. Отрезление. Появление специализированных коек при диспансере, надеются в МВД республики, повлияет на уменьшение количества преступлений, совершенных в нетрезвом виде. Это, если не аналог медицинского отрезвителя, что что-то более-менее будет приспособленное к тому, чтобы туда доставлять именно пьяных граждан, и они там пребывали какое-то время. Надеюсь, что всплеска, роста вот этой динамики в первом полугодии 2013 года, как-то было в 2012, в городе наблюдаться не будет. Два дополнительных офиса Федеральной миграционной службы недавно открылись в московском районе столицы и Новочебоксарске. Теперь получить заграничный паспорт стало гораздо проще. Наша съемочная группа выяснила, как и где это можно сделать. Коридора отдела оформления загранпаспорта в Федеральной миграционной службе сейчас пустуют. Большой наплыв, говорят сотрудники службы в сезон отпусков. Конечно, есть и те, кто зимние каникулы предпочитает проводить за границей. За пределы России люди выезжают как с паспортами старого типа, так и новыми, биометрическими. Все подробности об оформлении документа можно узнать на сайте Управления Федеральной миграционной службы по Чувашии. Здесь есть полное расписание работы отделов, образцы анкет и заявлений. Помимо оформления паспорта здесь, в службе, есть и другие способы его получения. Многие стараются ценить свое время и не хотят стоять в очередях. Такие заявки могут оформить самостоятельно через интернет. Исчерпывающая информация о перечне документов, которые нужны для оформления заграничного паспорта, размещена на едином портале государственных муниципальных услуг. К слову, с помощью сайта можно подать заявление в электронном виде, и в этом есть ряд преимуществ. По каждому нашему действию гражданину в личный кабинет приходит сообщение, что заявление принято, заявление для фотографирования подойти в такое-то время, с такими-то документами, или подойти для получения паспорта, что дело закрыто. То есть по каждому шагу он получает в личном кабинете сообщение, и он знает о ходе рассмотрения своего заявления. Граждане, подавшие документы в электронном виде, через единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг, обслуживаются вне очереди. Данные заявления рассматриваются в приоритетном порядке. Иван Федоров в миграционной службе во второй раз. Доволен тем, что пришел менять загранпаспорт вовремя, пока нет ажиотажа. Уверен, что если все приучатся пользоваться госуслугами через интернет, многие вещи будут людям доступнее. Все оформляются, анкеты заявлений оформляются на специальном сайте. Я заполнился на компьютере, зашел на этот сайт, сам заполнил личное заявление. Там есть образец, как его заполнять. И это время ушло буквально, нужно все за сутки, в принципе, сделать. То есть заполнить заявление, собрать необходимые копии, ксерокопии, дипломов, оригинал документов. Те, кто не доверяет эти технологии, могут подать документы в многофункциональном центре. Правда, пока это касается только паспорта старого образца. Специалисты Федеральной миграционной службы примут справки, а через месяц нужно прийти и забрать готовый документ. Данифа Тагирова, Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика. В Бурмарском районе в 2014 году планируют сдать новую школу на 160 мест. Кроме того, в районе продолжается модернизация уже действующих. Только за прошедший год по этой программе было отремонтировано 6 школ. Подробности у Алексея Иванова и Андрея Спиридонова. Столы и стулья, покрашенные в необычные для столовой желтые и красные цвета, светлые шторы на окнах – это лишь немногое из того, на что были потрачены средства, выделенные по программе модернизации по обеспечению горячим питанием школьников. Самое дорогое и ценное расположено на кухне. Одна только пароварочная машина может выполнять практически любую работу по выпечке и приготовлению блюд. С тех пор, как школу уступило в модернизацию, произошли большие изменения. Изменилась не только красота столовой и эстетика, но и изменилось качество блюд, а также ассортимент блюд. Дети стали питаться лучше, большее количество учащихся стало питаться. По модернизации из федерального бюджета было выделено около 1,6 млн. Около 200 тысяч рублей нашли в местной казне. Сам ремонт проводился силами самих сотрудников школы. Во время осенних каникул они полностью подготовили новую столовую. Как утверждает директор, накормить, используя старое оборудование, тысячи учеников было весьма сложно. Горячим питанием было охвачено лишь 60% учеников. Сейчас почти 100%. В деревне Шахобылова на новом месте активно ведется строительство новой основной общепрозовательной школы. Старое уже давно не отвечало всем нормам безопасности. Новое заведение откроет двери для 160 учеников. К слову, в Старой сейчас учится 121 ученик. Свободные места решено заполнить детьми из остальных соседних деревень, в которых школы слабо оснащены современным оборудованием. Мы смогли к 1 сентября 2019 года отремонтировать, капитально отремонтировать 6 школ. И таким образом все эти 6 школ, они приведены в соответствии с нормативным требованием, которое нам проявляют сегодня надзорные органы, как по линии Роспотребнадзора, как по линии Госпожнадзора. А с вводом в эксплуатацию в 2013 году вот этой, Шахабуловской школы, мы решим проблему по созданию нормальных условий для обучения и воспитания детей в 100% школ Урмарского района. На строительство школы выделено 111 миллионов рублей. Хотя школа и маленькая, но здесь будут все условия как для полноценной учебы, так и для занятий физкультуры. К примеру, на территории школы разместится стадион, каток для хоккейной команды. Внутри спортзал, три медицинских кабинета. В одном из них расположится кабинет зубного врача с необходимым оборудованием. Все работы по строительству школы планируют закончить уже к 25 мая, а в День Республики торжественно открыть. Алексей Иванов, Андрей Спиридонов, Республика. В Республике готовятся к крещению, причем не только православные, но и атеисты. Купание в проруби приобретает все большую и большую популярность. В прошлом году в Чебоксарах к Иордане пришли более 8 тысяч человек. В этом году оборудовали купели пропускной способностью 40 тысяч. Маржи, такие как врач и ренематолог Алексей Борисов, купаются каждый день или раз в неделю. Для них вполне достаточно одной проруби. Но крещенская ночь особая. Приобщиться к таинству хотят многие. И в прошлые годы бывали случаи, когда под православными буквально проваливался лед. Чтобы такого не повторилось, место купания обустраивают продуманное тщательно. С соблюдением всех мер безопасности. Во-первых, в прорубях обязательно устанавливают деревянные купели. Купель сама ограничена со всех четырех сторон и имеет цельное дно. Ширина ее, как бы она прямоугольной формы, где-то 3 метра на 3 метра. Глубина не более полутора метров, чтобы, ну даже если будут молодые люди, дети, там принимать купания, чтобы никто не ушел под лед. Во-вторых, чтобы не было очереди и давки, купели имеют два спуска. С одной стороны окунаются, с другой вылезают и бегут греться. К прорубям проложены деревянные подмостки, чтобы люди не скользили и не морозили пятки. Хотя большинство купальщиков все-таки запасаются сланцами. Вдоль берега устанавливают кабинки для переодевания. Разумеется, будут дежурить врачи и сотрудники правоохранительных органов. Последние помогут обеспечить безопасное поведение на льду. Всего в Чувашии планируется устроить более 40 купелей. Кроме того, наверняка окунаться будут и в необорудованных местах. Спасатели настоятельно рекомендуют перед погружением трезво оценить свои возможности и соблюдать правила безопасности. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Чебоксары вновь попытают счастье в конкурсе на самый благоустроенный город России. Конкурс будет проводиться по итогам 2012 года. По поручению сити-менеджера Алексея Ладокова, все структурные подразделения, администрации, которые отвечают за благоустройство города, а также ЖКХ, должны начать подготовку и сбор документов для участия во всероссийском конкурсе. До марта необходимо подготовить все документы. Конкурсная комиссия оценит благоустройство города, улиц и дворов, а также состояние экологии, энергосбережения, качество услуг. Напомним, столица Чувашия уже становилась победителем этого конкурса по итогам 2001 года. Что ж, всем нам остается болеть за Чебоксары, чтобы столица завоевала достойное место. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Италия близко. Беатрича – изысканность, чувство меры и безупречный вкус. Капризный, манящий и недоступный. Он создан, чтобы покорять. Беатрича. Мегамол. Мультибрендовый бутик «Стрекоза». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова